Добрый день, Михаил. Он сегодня лидер оппозиции в Кнессете, он проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам и возникла ситуация, при которой обсуждалась возможность заключения им с юридической системой стороны до судебной сделки. Согласно тем утечкам, которые были в прессе, обсуждались вопросы, по каким пунктам обвинения он согласится признать себя виновным, с каким наказанием согласится. А самое главное, будет ли пункт о колонне, позоре, общественном порицании, как его еще можно назвать, который в случае его присутствия в приговоре закрывает Натиньягу на 7 лет участия в политической жизни страны. Все это обсуждалось, обсуждалось может быть, не может быть, условия какие, и вот новое развитие. Юридический советник правительства, от которого, собственно говоря, зависела последняя отмашка о том, будет эта сделка или нет, заявил на днях, что сделки не будет, во всяком случае при нем он заканчивает свою каденцию. И так как есть неразрешимое противоречие, он участвовать в Мандельблит не будет в заключении этой сделке, это уже дело его сменщика. И сразу же вслед за ним выступил Бенемин Тиньягу, впервые, собственно говоря, прокомментировав слухи, как он выразился, о том, что возможная сделка, и успокоил своих сторонников с тем, что он по-прежнему будет стоять на их защите и никогда не согласится на позорную сделку. Ну вот такова вкратце предыстория всей этой ситуации. Марш, скажите, пожалуйста, почему, на ваш взгляд, сделка закрылась, не успев быть заключенной? Ну тут на самом деле очень много факторов, аспектов, которые надо обсуждать. Дело в том, что здесь во всем блеске проявилось то, что мы называем подковерными играми. То есть выяснилось, например, что переговоры о сделке начались вообще не сейчас. Выяснилось, что инициатором этой сделки, скажем так, этого компромисса был Аарон Барак, бывший председатель Верховного Суда, президент Багаса, Высшего Суда Справедливости, человек, которому приписывает так называемый судебный активизм. То есть человек, который сделал очень многое для того, чтобы укрепить судебную власть в Израиле. И, по-моему, укрепил настолько, что судебная власть стала у нас сегодня совершенно самостоятельной ветвью власти вообще над всеми. И это, так сказать, вызывает недовольство очень многих людей. И иногда заслуженное недовольство. Вот. Поэтому это если говорить о предыстории, то это то, что стояло, скажем так, за ширмами сделки. Это то, чего мы не видели. Это то, поэтому для нас очень многие вещи кажутся сейчас неожиданными. Я напомню, что как только появился материал, первый материал о том, что готовится сделка, возможно сделка, да, возможно, так называемая судебная сделка, то, что на еврите называется искатиун, компромисс, досудебная сделка. Так вот, как только появилась первая публикация, моментально, моментально сразу шквал публикаций, в котором рассматривались варианты сделки. Признает Биби этот колонн, не признает это. То есть колонн – это вот это так называемое позор, позорное клеймо, которое не дает возможности человеку, если он получает обвинительный приговор, участвовать в течение семи лет после приговора, участвовать в политике. Вот, на какие условия пойдет Нетаниягу, на каких условиях он не пойдет на эту сделку, для чего ему… То есть сыр-бор разгорелся нешуточный. И все ждали, что буквально вот-вот, еще немного, и мы станем свидетелями сделки. Свидетелями сделки, в результате которой Нетаниягу посрамлен, он отстранен вообще от политической жизни. Демократия, как в опире кричали противники Нетаниягу, торжествует. А диктатор, которого они имеют в виду, Нетаниягу посрамлен, и в результате, так сказать, у нас просто полное торжество справедливости. Оказалось, что люди, которые так кричали, вопили и желали, чтобы, так сказать, выдавали очень часто желаемое за действительное. И выяснилось, что все эти разговоры о сделке были только разговорами. Особенно это ясно выяснилось тогда, когда начался инициированный журналистом Иноном Магалем сбор денег в поддержку Нетаниягу, когда за полтора-два дня было собрано примерно полтора-два миллиона шекелей. Понятно, что Нетаниягу этих денег не взял бы. Да и, собственно говоря, исходя из существующего законодательства, он и не имеет права эти деньги взять. К настоящему моменту вот эта некоммерческая организация, которая объявила сбор средств, собрала примерно 3,5-4 миллиона шекелей. Куда эти деньги пойдут? Другой вопрос. Но, тем не менее, сам факт сбора денег насторожил судебную систему, безусловно. Потому что он свидетельствовал о том, что люди откликнулись на призыв моментально, без всякой рекламы, без всякой промывки мозгов, без всякой мобилизации, собрав за несколько дней такую огромную сумму. Это был, если хотите, своего рода референдум, где определенная часть населения четко высказалась в пользу того, кого она считает нужным. Поэтому судебная система решила дать задний ход. Я опять-таки сейчас говорю в общем, потому что еще раз, вы можете меня справедливо упрекнуть и сказать, откуда у тебя такие подробности. Не знаю я подробностей. И никто из нас не знает подробностей. Мы можем только предполагать. Но на сегодняшний день мы ясно видим, Мандельблит, юридический советник правительства, заявил, что переговоры по сделке прекращаются. Затем выступил Нейтаньягу, который поблагодарил людей, собирающих деньги в его поддержку, и сказал, что сделка отменяется, он будет бороться до конца. То есть вот в результате, что произошло. Что за этим стоит, мы можем только гадать. Но во всяком случае, на поверхности лежит именно то, о чем я сказал сейчас. Ну смотрите, получается, что все должны быть довольны. Те, кто говорил, что сделкой не должно быть, потому что это позорное, потому что Нейтаньягу пусть его должны осудить, а не заключать с ним сделку. Юридическая система правительства не должна капитулировать, пусть даже перед бывшим премьер-министром, должны остаться довольны, потому что процесс по делу Нейтаньягу будет продолжен. Бенемин Нейтаньягу должен быть довольным, потому что все разговоры о том, что у него будет колонн, вот это позорное клеймо и так далее, ничего этого теперь неизвестно будет или нет. Прошу прощения, вот. И он по-прежнему будет в суде доказывать, как он говорил и раньше, что ничего не будет, потому что ничего и не было. Так как всеобщему удовольствию. Но тут возникает только один любопытный момент. Через несколько дней на смену Мандельблиту придет новый юридический советник правительства. И по осторожным заявлениям, называйте их как хотите, конспирологов, экспертов, политологов, журналистов, уже начали говорить о том, что вопрос о сделке возобновится. На каких условиях, непонятно, но он возобновится. Потому что в этом заинтересованы обе стороны. Как Нейтаньягу, так и юридическая система. Никто не хочет рисковать непредсказуемым результатом, который может закончиться судебный процесс. Вот как вы относитесь к этой версии, что все будет продолжено? Я не исключаю этой версии, Михаил. Вы правы совершенно. То есть у нас, к сожалению, все решает не система, которая, на мой взгляд, давно нуждается в апгрейде, в обновлении, давно нуждается в переориентации, давно нуждается в реконструкции. А решает человек. Вот пришел тот или иной человек, да, и как бы, так сказать, что-то начало сдвигаться в какую-то ту или иную сторону, положительную или отрицательную, не важно. Ушел этот человек, приходит другой человек. То есть у нас система давно не является определяющей. Потому что, по идее, ну что такого? Ну ушел юридический советник, закончилась его каденция, да, если логически рассуждать. Пришел другой человек. Это не должно влиять на механизм, сам механизм. То есть идет судебный процесс. Назначение юридического советника ни в коей степени, по идее, не должно влиять на этот судебный процесс. Но это где-нибудь, но не у нас. Потому что было много случаев, когда юридический советник правительства вмешивался в какие-то дела и давал им ход или, наоборот, закрывал их по каким-то причинам. Так было, скажем, если вспомнить того же Мандельбрита, который, скажем, между прочим, значит, закрыл дело о подводных лодках, сказав, что это дело к Нитаньягу не имеет никакого отношения, да. И вдруг пришли новые люди, и оказалось, что имеет. Им так показалось. И поэтому они решили создать новую комиссию по расследованию того, что произошло с закупкой подводных лодок. Вот вам пример того, как механизм не срабатывает, да, как не работает даже, хотя, казалось бы, закон не должен иметь обратной силы. Юридический советник правительства четко постановил, что дело должно быть закрыто, Нитаньягу к этому делу не имеет никакого отношения. И поэтому я вполне допускаю, что придет новый советник, юридический советник правительства. И, возможно, на каких-то других условиях возобновятся переговоры, потому что, безусловно, ни та, ни другая сторона не заинтересована в продолжении банкета, потому что нет никакого, скажем, предположения, чем это все может закончиться. Это может закончиться провалом Игоря Нитаньягу, потому что судебная система решит, что она его хочет окончательно закопать, но тогда она закопает сама себя, и это может закончиться провалом судебной системы, потому что дело, как правильно вы сказали, как говорил Нитаньягу, ничего не будет, потому что ничего не было. Потому что все три дела высосаны из пальца. То есть максимум, чего они достойны, это, условно даже говоря, в кавычках, некоего административного наказания, которое вообще не имеет никакого отношения к уголовному. То есть как бы и тогда проиграет судебная система. Поэтому понятно, что Нитаньягу, с другой стороны, тоже не заинтересован, потому что он человек. То есть любой судебный процесс – это, понятно, колоссальное напряжение. Это трата денег, если хотите, больших денег причем. Каким бы богатым ни был человек, но это трата больших денег, это оплата адвокатов, это оплата всех судебных издержек и так далее, и так далее. И в конце концов, это изматывает. Это же не то, что ты пришел на одно судебное заседание, на втором судебном заседании уже вынесли приговор. Это огромное количество свидетелей. Еще не выступали все государственные свидетели. Еще два или три госсвидетеля вообще не выступали. Да, выступал только один – Нир Хэффенс. То есть, по-любому вы правы, Миш. То есть, так получается, что обе стороны заинтересованы в том, что была, скажем, спортивным языком выражения ничья. А ничья может быть при условии, если не Таньягу его там слегка пожурят, скажем, для виду, и он опять вернется в политику. Но вот это более всего беспокоит его противников. Понимаете? И поэтому то, что вы говорите, как бы прогноз, он бесперспективен. Потому что ситуация может развиваться в самых разных направлениях, включая непредсказуемый. Последний вопрос по поводу этого судебного процесса, который пока что продолжается в любом случае. В последнее время создается впечатление, что появился некий такой тренд, не только в Израиле, на то, чтобы разбираться с бывшими главами государств. Вот сейчас в Украине, скорее всего, под судом окажется бывший президент Порошенко. Во Франции осужден бывший президент Саркози. У нас отсидел бывший премьер-министр Ольмерт. Сейчас под судом Натаньягу. Можно привести еще другие примеры последних лет. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, это нормальное явление, когда демократическая система разбирается со скандалившимися или проворовавшимися, или по-другому отступившимися политиками, чего не было раньше, потому что раньше была во многих странах полудиктаторская система управления, естественно, которая гарантировала возможность бывшему президенту, даже провинившемуся перед законом, оставаться на свободе. А вот сейчас изменяется. На ваш взгляд, это позитивные процессы или наоборот негативные? Это палка о двух концах. Я думал над вашим вопросом. Это палка о двух концах. Вопрос очень интересный, Миша. Вопрос очень интересный, потому что сложный. С одной стороны, безусловно, да. То есть, да, это демократия. Это демократия. Как говорится, у нас генералы плачут как дети. То есть, у нас, не только у нас, в Израиле, в Украине, во Франции, в Германии, где угодно. В Америке может так случиться, что Трамп тоже окажется под судом? Может быть, это я не исключаю. Я этого не исключаю, что да, сегодня ты премьер-министр, сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь. Да, то есть, как бы, сегодня ты премьер-министр, а завтра ты обычный заключенный. Как в случае с Ормертом, кстати, или с Моше Кацавом, бывшим президентом страны, да. Это с одной стороны. Но все это было бы смешно, когда мне было так грустно. Потому что, к сожалению, демократия, как говорится, да, как говорил, по-моему, Черчилль, если не ошибаюсь, это далеко не самая лучшая форма правления, да, но это, как бы, это, с другой стороны, это лучшее из того, из чего удалось придумать человечество. Так вот, это лучшее оказалось большой гнильцой. Потому что, к сожалению, очень часто вот эти демократические рычаги, которые позволяют привлекать бывший глав государств или президентов, или лидеров стран к уголовной ответственности, они очень часто используются вполне определенными силами, которые, так сказать, по какой-то причине надо было устранить человека с политической арены. То есть это, я говорю, называю палкой двух. Как этого избежать, я не знаю, возможно, следует разработать какую-то законную систему, законов. То есть человек должен отвечать, безусловно, за свои поступки. Но, ребята, простите, если вы выбираете главу государства, большинством голосов, демократии, как вы говорите, да, то должен быть какой-то механизм, который, с одной стороны, позволяет его отозвать, механизм отзыва, а с другой стороны, должен каким-то образом препятствовать тому, чтобы вот этот демократический рычаг использовали в качестве того, чтобы просто устранить противника с политической арены. Да, вот вспомним, с чего началось дело Кацава, да, с того, что он сам заявил, пожаловался на какие-то там, так сказать, притязания какой-то одной дамы. И как предполагают те, кто этим делом занимался, проблема была только в том, что они не достигли компромисса, а надо было всего лишь навсего Кацаву заплатить сумму, которую требовала обиженная женщина, и все бы, так сказать, закончилось миром, и ни в какую бы тюрьму Кацава не пошел. То есть нет механизма, который бы ограждал лидеров стран от вот этого рычага, давления, рычага, который используют, все равно все мы люди, да, все мы люди со своими предпочтениями, кому-то не нравится Нитаниягу, кому-то не нравится Ольмерт. Но одно дело, когда это мы с вами, обычные, простите, обыватели или даже журналисты, а другое дело, когда это власть придержащие, которые, которым для каких-то им ведомых целей, или будь то дипстейт, это глубинное государство, элиты, которые, с которым надо убрать того же Нитаниягу или убрать того же Ольмерта, по каким-то другим, но отнюдь не демократическим причинам, хотя нам это преподносится как торжество демократии. Вот в чем проблема, если я правильно сумел объяснить и быть понятым. Марк, спасибо за ваши комментарии, всего доброго. Всех благ. На этом все, напомню, что с нами на связи был израильский журналист Марк Котлярский. До свидания.